Так, ну по таймингу уже точно, я думаю, все, кто хотели, пришли, поэтому я начинаю. И какой план? Мы сегодня поговорим вообще зачем нужен Model Base, что это такое. Поговорим о методах планирования, потому что они лежат в основе Model Base RL. Поговорим о том, как выучить модель, если мы не знаем модель. И вторая часть лекции, семинара будет уже про какие-то конкретные методы, конкретные пейперы разберем. Итак, здесь вообще то, о чем мы сегодня будем говорить. RL очень большой. RL вообще в общем про то, как учить агентов взаимодействовать со средой, выполнять то, чего мы от него хотим. И сегодня мы будем говорить про те методы, которые называются Model Base, которым для решения задач в среде нужно знать саму среду. И да, Model Free — это те методы, которые не требуются знания о среде, они более распространены. Вот, Model Base менее распространены, но я думаю, в будущем как бы они еще всех догонят. Мне очень нравится вот эта вот цитата, которая прям в одном предложении говорит о том, что же такое вообще Model Base. Так, сейчас я уменьшу окошечек. Я даю время, чтобы все прошли. А, да? Класс. Так, ну, здесь вот этот Майкл говорит вообще, что агент использует предсказания о среде для того, чтобы спросить вопрос, что будет, если я сделаю действие X. Это нужно для того, чтобы выбирать оптимальное действие X. Вот, и в принципе, это все, что нужно знать о Model Base RL. Еще слева у нас видно, слева у нас пример Model Base RL. Эта рука обучается в реальном времени за два часа всего лишь вот так вот крутить шары. Так, говорим о мотивации. Ну, первая мотивация уже видели, да, то, что за два часа научить руку перебирать шары, Model Free, я думаю, вряд ли какой-нибудь алгоритм вообще способен это сделать. Такая более general мотивация. Вообще есть разные задачи. Например, у нас есть задача доехать на велосипеде до дома своего друга. И как бы сначала по-хорошему нужно вообще научиться ездить на велосипеде. И эту задачу проще решить методом проб и ошибок. Пробовать ехать, падать, вставать, заново ехать. И в конце концов, собственно, научиться ездить. И это похоже на Model Free RL. Когда ты много раз пробуешь, получаешь награду или панишмент. И в итоге учишься что-то делать. А есть другие задачи, которые требуют, так сказать, более умного поведения. Например, искать дом своего друга в большом городе методом проб и ошибок можно, наверное, очень долго. Перебирая бесконечно все дома в городе, пока ты не найдешь дом своего друга, это бы что делал Model Free. А Model Base, он как раз нужен для того, чтобы решать такие задачи более быстро. Но это такая мотивация. На самом деле, Model Base используется, конечно, не только для планирования перемещений маршрутов. Еще одна мотивация. Model Base — это такие алгоритмы, которые планируют. Мы дальше поговорим о том, что такое планировать. Они сначала планируют у себя в модели своего мира действия. Потом их выполняют. Например, вот, когда тебе нужно доехать до куда-то, ты сначала построил маршрут у себя в воображении. Ты знаешь, как доехать до своей работы. Ты примерно прикинул, как ехать, и все. А Model 3, RL, в таком случае у него просто есть политика, которая ему, говоря, на каждом повороте тебе политика говорит, куда ехать. Но ты даже особо не понимаешь, почему тебе нужно туда ехать. Просто потому, что ты так выучил взаимодействие со средой. Так, ну это были такие общие слова про мотивацию. Вот интересный график про sample efficiency. Sample efficiency — что такое в RL? Это сколько нужно взаимодействовать со средой для того, чтобы научиться делать какую-то таску. И самые неэффективные алгоритмы — это эволюционные алгоритмы. Им нужно очень много данных, чтобы сделать, решить какую-то задачу. Они работают чуть более умно, чем случайный перебор. Они, ну, по сути, очень много перебирают разных действий, чтобы решить задачу. Дальше идут как раз model free алгоритмы. Это вот три вот этих вот группки. Это on-policy алгоритмы, которые используют обычно полиси-градиенты. Потом идут actor-critic и всякие cool learning алгоритмы, которые используют experience replay. Каждый, в принципе, из этих групп при движении налево становится более sample efficiency на порядок. Вот этот вот cool learning, почему эффективный? Потому что он использует off-policy методы. Если кратко, то мы можем использовать experience replay. Это старые взаимодействия со средой. Мы можем их переиспользовать. Ладно, ну и самый эффективный, о чем мы сегодня будем говорить, это model-based алгоритмы. Им требуется реальное взаимодействие с настоящей средой очень мало. Ну, вот тут, например, написано 100 взаимодействий. Ну, это, наверное, какой-то прям совсем мифический. Так, у меня, по-моему, отвалило. Да, что-то сломалось. Так, сейчас я перезайду. Так, ну, когда нам нужно 100 взаимодействия со средой, это, наверное, прям какие-то очень редкие случаи. И тут дальше на слайде... Сейчас я подключаюсь. Так. На слайде идут плюсы. Вообще, если такой классный model-based, зачем, кажется, model-free? Но model-free намного проще завести, его проще заимплементить, гиперпараметры подбирать намного проще, и, в принципе, более во время разработки будет меньше. Ну, и, да, они сейчас, как я уже вначале сказал, model-free алгоритмы более популярны. Но сразу можно отметить, какой есть плюс у model-based алгоритмов. Они хорошо переносятся задачи. Что это значит? Единожды выучив модель среды, мы можем решать в ней сразу несколько задач. Например, вот вначале я показывал руку, которая перебирает шары. Выучив модель этой руки, мы можем уже не просто перебирать шары, например, не знаю, жонглировать этими шарами, без, скорее всего, дообучения этой модели руки, потому что мы уже знаем ее модель. Ну, это, конечно, в идеальном мире. А чуть-чуть формул. Так, вообще, как формулируется задача в URL-е для тех, кто забыл? У нас есть среда, у нас есть состояние, у нас есть действие. Действие у нас обозначается как A, состояние как S. У нас есть политика в model-free. Обычно мы на нее только обращаем внимание. Это... Сейчас я включу указатель. Да, вот так понятно. Политику мы выучиваем. Политика нам показывает для каждого состояния в среде, что нам нужно делать. Дает какое-то распределение. Вот. Также у нас в классической постановке задач есть еще и модель. Все время, когда я до этого говорил слово модель, под моделью мы подразумеваем вот как раз вот эту формулу. Это такая функция, которая для текущего состояния и какого-то действия может нам сказать, какое будет следующее состояние. Например, в некоторых средах она у нас прямо, ну, дана, захардкожина. Наверное, многие, когда начинали знакомиться с RL, пробовали какие-то табличные вообще среды, где есть какой-то 2D-грид, в котором агент может как по лабиринту перемещаться. Там вот среда у нас как раз подразумевалась, точнее, модель подразумевалась такой, что зная текущее состояние, в какой мы клетке, и зная, какое действие мы выполняем, мы точно знаем, что из-за текущей клетки, выполненной в действие вверх, мы передвинемся в клетку, которая выше. Вот, в принципе, что такое модель. Также, ну, ладно, в принципе, пока про модель достаточно. У нас есть также еще всегда какое-то вероятность самого начального состояния. Ну, это нам дальше не пригодится, просто так записывается. И вообще ключевая задача RL – это максимизировать кумулятивный ревард. Это как раз сумма всех наград на каждом шаге. Да, вот так вот она записывается. Тут, я думаю, в принципе, все понятно. Если непонятно, то спрашивайте, потому что, ну, в принципе, надо, чтобы все вот это вспомнили. Про Model 3. У нас, на самом деле, в Model 3 мы рассматриваем только вот левую часть вот этой формулы, и у нас в Model 3 методах нам как раз не нужна модель среды. В общем, чем хорош Model 3, да, то, что нам не нужно знать вот эту функцию, которой у нас очень часто, в принципе, нет. Ее нет куда взять. Допустим, когда ты, ну, что-то делаешь в реальном мире, ты очень тяжело найти такую функцию, которая скажет тебе, что будет дальше, если ты выполнишь какое-то действие. Вот. Поэтому в Model 3 ее выкинули и счастливо живут без нее. Ну и, да, в Model 3 у нас основное – это полиси. В Model 3 основное для нас – это как раз вот эта модель, которая показывает нам, какой будет следующий стейт, имея текущий стейт, и какое-то любое действие. В принципе, мы можем из текущего стейта перебирать все возможные действия. Например, для того же самого лабиринта попробовать действия вверх, влево, вправо. И вот эта функция нам для каждого, получается, нашего выбранного действия выдаст, в какое следующее состояние мы перейдем. Это такая небольшая подводочка вообще, что мы будем делать в Model Base Rail. Кто-нибудь, может быть, сейчас прям может сказать, чего нам вообще не хватает для того, чтобы вообще выкинуть полиси. Так. Ну и, да, если вспомнить предыдущие формулы, вообще какую задачу мы решаем, мы решаем задачу максимизации реварда. Если мы хотим вообще уйти в Model Base Rail, нам хорошему необходимо еще не только вот эту функцию знать, а также нам необходимо знать функцию награды. Это значит, что для каждого состояния и действия нам бы неплохо знать, какую награду нам дает среда. Вот. И какие-то примеры вообще, чтобы понять, какие бывают модели сред. Если мы говорим сейчас о тех средах, для которых мы знаем вот эту функцию P, которая дает нам следующий state. Примерами сред, для которых мы знаем вот эту функцию переходов, может, ну, самый явный пример — это игры. Потому что, в принципе, ну, Atari не так понятно. В принципе, на Atari можно смотреть вообще как на набор пикселей, и в них мы как бы уже, можно сказать, и не знаем модель среды, если смотреть это только как на пиксели. Но если смотреть на Atari как, в принципе, на кусок кода, как на симулятор, то на самом-то деле мы знаем, что, например, в Pong, если мы нажмем клавишу направо, то наш агент, который, педалька вот эта, которую мы двигаем, передвинется направо. Можно сказать, что мы знаем модель для Atari. Ну, и еще более простой пример — это настольные игры, например, шахматы или Go. там совсем понятно, что такое модель среды. Для каждого состояния на доске, например, для шахмат, мы можем выполнить какое-то действие, и мы точно знаем, в какое следующее состояние мы перейдем, потому что, ну, там нет никакой случайности, все детерминировано. И это такой самый простой пример, когда мы знаем модель среды. Если здесь кому-то что-то непонятно, тоже спрашивайте, потому что, ну, не так просто, наверное, когда ты все время слышишь и делаешь модель фри, задуматься о том, что у тебя может быть знание о среде, да, потому что ты обычно на это забиваешь. Также примерами сред, для которых мы знаем, transition model. Жень, Жень, а можно тебя на секундочку прорывать, пожалуйста? Я, наверное, хотел бы уточнить, что мы сейчас определяли модель как вероятностное распределение на следующих стейтах. Для Atari это же не совсем верно. Для Atari это же не совсем верно. Мы из этого сопротивления можем самплировать, но, ну, как бы, при желании можем и не самплировать, но все-таки... Да, по-хорошему, Atari, она, в принципе-то, даже детерминированно. Там, ну, это даже не распределение получается у нас, да, а прямо вот такая дельта-функция, которая нам для каждого о состоянии действия говорит, в принципе, какой следующий стейт, потому что в Atari на самом деле нет случайности. Вот. Да, я согласен. Это хорошее замечание. Но в общем случае мы можем смотреть, в принципе, как и в шахматах. Там тоже это не совсем распределение для следующего стейта, а это тоже прям явная функция детерминированная, которая для каждого текущего состояния действия говорит, в какую следующее состояние доска перейдет. Потому что, ну, если мы пешку подвинем вперед, то сколько бы раз мы не делали заново это движение с текущего стейта, оно всегда выдаст один и тот же результат. В общем случае, да, это функция распределения над следующим стейтом. Так, ну, вот еще примеры. Это, допустим, какая-то среда, для которой легко можно моделировать эту среду. Например, навигатор в машинах. В принципе, зная... Так, какой-то вопрос. Так. Лучше говорить голосом, мне так будет удобней. В шахтных частью среды можно считать оппонента. Ну, да, да, тогда среда станет немножко случайней. Но можно сказать, что оппонент оптимальный. Вот. Но это уже частный случай. Так, ну, например, да, навигатор. Можно сказать, что это такая легкая среда. Мы знаем, что в принципе, путь от точки А до точки Б его легко смоделировать. И, например, еще симулятор Муджока. Там тоже, в принципе, это симулятор физики. Допустим, можно симулировать движение человека. И там тоже все можно просчитать с помощью формул. Зная текущее состояние, допустим, скелета и действия, которые мы делаем. Например, напрячь какую-то мышцу. Мы можем просчитать, в какое следующее состояние перейдет скелет. Ну, и также есть вторая. Второй тип сред, для которых, в принципе, можно выучить эту функцию, если у нас ее нет. Простые примеры это как в базовом работе, допустим, System Identification работает. Мы знаем, допустим, многие параметры среды для нашего робота. Мы знаем законы физики, мы знаем, допустим, какое у нас сопротивление в разных частях руки нашего робота, но мы можем выучить какие-то, допустим, неизвестные параметры, ну, допустим, веса, кружки, которую роботу нужно передвигать. Мы ее можем выучить, выучить этот вес. Это хорошо работает, когда у нас мало каких-то неизвестных параметров. Ну, и самый сложный вариант это когда у нас вообще мы ничего не знаем о среде, и мы целиком учим модель переходов. Такие примеры тоже у нас дальше будут. Ну, и это такая схематическое изображение, как работает Model Based. У нас есть наш агент. Ставь лайк, если знаешь, откуда он. У нас есть среда. И какая у нас задача? Ну, задача, в принципе, у нас опять же максимизировать награду в этой среде. Что может делать наш агент в постановке Model Based? Он может посылать в среду набор каких-то действий. Опять же, ну, нужно оговориться, что в Model Based часто исполняют не одно действие за раз. Ну, часто и одно действие исполняют, но можно и исполнять сразу несколько действий потому что мы можем запланировать заранее. Мы знаем, что нужно подвинуться вперед и направо. Сразу выполнить несколько действий. Вот. Мы посылаем в общем случае T действий, которые мы хотим выполнить в среду. Среда их выполняет и мы получаем новое состояние среды. В принципе, похоже на Model Free, но здесь мы будем как раз выбирать эти действия немножко по-другому, точнее, совсем по-другому. Так как мы знаем, мы подразумеваем Model Based, что мы знаем модель среды, мы будем максимизировать, грубо говоря, брать argmax по всем возможным действиям, чтобы взять, точнее, получить reward. Грубо говоря, мы можем выбирать все возможные действия, которые можно сделать, выполнить тысячу рандомных действий, получить с помощью того, что у нас есть модель среды тысячу reward, выбрать тот набор действий, который дал нам наибольший reward, и в реальной среде выполнить только этот набор действий. Ну и в принципе это самое основное, что у нас есть в Model Based, что нам это дает, то, что мы можем в своей виртуальной модели среды планировать. Это вот то, что я сейчас в принципе рассказал, это и есть планирование. Планирование — это когда мы не взаимодействуем сразу со средой, а мы сначала в своем виртуальном воображении среды мы смотрим, какое действие нам даст какой reward, выбираем опять же по своему этому виртуальному состоянию среды, какое действие нам дало больше reward в нашем плане. И с реальной средой мы взаимодействуем уже вот этими действиями, которые мы виртуально у себя спланировали. Вот это может быть непонятно, и я пойму, если это кому-то непонятно, поэтому здесь тоже можно спросить, что-то уточнить, потому что опять же не совсем понятно, что у нас есть какой-то реальный мир, и у нас есть какой-то виртуальный мир, который только в воображении агента. Вот. Мы можем перебирать действия, возможные вот в этом виртуальном мире, выбрать наилучшее действие, которое максимизирует суммарный reward, и со средой взаимодействовать уже вот этими оптимальными действиями. Жень, я тебе перебью. Хотелось бы сказать, что ты вначале давил как-то на аргмакс, но, честно говоря, мы в Model 3 можем аргмакс брать по ожидаемым паку функций, да, и так же жадно действовать. Конечно, будет плохой exploration, но мы так же можем делать по аргмаксу. Именно что разница в том, что у нас происходит планирование на основе нашей модели, прежде чем мы выбираем действие. на какую-то там глубину мы планируем. Да, да, согласен. Вот, хорошее замечание, что мы, в принципе, в каком-нибудь DQN, в куленинге мы тоже делали аргмакс по действию, вот, но что здесь нам, какая возможность открывается, то, что, ну, грубо говоря, в DQN это просто какой-то estimate reward для текущего действия, а в Model Base мы можем реально у себя составить план, план взаимодействия со средой, мы можем, да, запланировать на сколько-то действий вперед, мы знаем, что сначала мы пойдем вперед, потом направо, налево, и в итоге мы получим какой-то reward, вот, и по-хорошему, да, DQN не может тебе дать прям план на будущее заранее, тебе нужно на каждом действии будет его вызывать, но это не основное, дальше будет понятно вообще еще зачем нам нужно планирование. Жень, можно? Да. Короткий вопрос про планирование, смотри, с детерминированными средами все понятно, а если среда статистическая, вопрос номер один, можем ли мы найти такой план, который будет оптимальным вне зависимости от того, какие у нас будут случайные, условно говоря, стейты появляться в реальной среде, мы же не можем предсказать. Второй вопрос, такой наводящий скорее, в задачах оптимального контроля, в простых довольно задачах, где у нас типа линейная динамика перехода, она известная, и есть просто как бы этот гауссовский шум, работают в основном методы непланирования с так называемыми клост-лупами, когда мы смотрим все же, что у нас получилось, и на основании этого выбираем следующий, следующий наш контроль, следующие наши действия. можно ли вообще сказать, что для каких-то сред план сделать можно, а для каких-то сред заранее запланировать оптимальную траекторию нельзя? Да, я понял. Ну, первое, это про, да, действительно, про стахастичность, как быть, если у нас вот эти вот действия, это не какие-то детерминированные значения, а точнее, ну, ладно, я не буду повторять. Ответ в том, что да, мы можем рассматривать эти действия как распределение. Допустим, эти будут действия, это будет, допустим, МИМ и СТД для такого многомерного гауссовского распределения. есть много вариантов, как это делать, но самый простой, да, это вот здесь вот перебирать как распределение, в самом простом случае, да, гауссовское распределение и находить, грубо говоря, оптимальную МИМ и СТД для этого гауссовского распределения. Про второй вопрос. Ну, вообще, конечно, да, есть задачи, которые там лучше решаются с помощью планирования, есть те, которые хуже, и, ну, если бы там планированием можно было бы решить все оптимально и без проблем, то, наверное, модул фри бы и нужен был бы, потому что, ну, он дольше учится, но, да, проблема в том, что не каждая задача, наверное, лучше ложится на такую парадигму, это раз, ну, и также есть методы, да, ну, и дальше для этого, про это будет, что, ну, это можно сказать open loop, когда у тебя ты сдаешь, например, 10 действий, выполняешь их, получаешь feedback от среды, ну, и также с помощью планирования, дальше про это будет конкретней, можно искать одно оптимальное действие, не 10 вперед, выполнять его, получать feedback, и, ну, по сути, это будет closed loop, называется, это дальше будет пример. Окей, тогда пойдемте дальше. Какие у нас есть варианты для планирования, если мы знаем модель среды? Самый простой вариант это random shooting метод, когда мы просто перебираем все возможные действия, случайно перебираем действия, и смотрим, какое действие, какой набор действий дает нам наибольший кумулятивный ревард случайно. и даже дальше будут примеры, где, в принципе, этого достаточно, это может работать. Cross-entropy метод, про это дальше будет слайд, но, в принципе, это тоже такой простой метод, как делать я чуть более умно, чем случайно, поиск действий. Monte Carlo три search, про это тоже дальше будет слайд, и про LQR и подобные ему методы не будет слайдов, поэтому здесь скажу. Это такой набор методов, которые, так как у нас, в принципе, модель, мы ее выучиваем, и, спойлер, выучивать мы ее будем нейронкой, поэтому модель дифференцируемая, а ревард мы тоже выучиваем, он тоже дифференцируемый, то, если мы посмотрим первоначальную эту формулу, где мы задачу URL записывали, это вот G по сути, точнее, ладно, G здесь ревард, то мы можем вообще по-хорошему с помощью дифференцирования находить оптимальные действия. Вот, это еще один вариант, как можно планировать, но про это не буду углубляться, потому что там, ну, достаточно много времени нужно этому уделить, поэтому я решил опустить и оставить это для интересующегося зрителя отдельно почитать. Что такое метод кросс-энтропии? Краткое напоминание, тоже не буду глубоко углубляться, но суть в том, что мы делаем чуть более умное, чем случайный поиск действий, мы начинаем со случайного набора действий, например, с импланули тысячу случайных действий, посмотрели для них ревард, посмотрели, у кого ревард лучше, выбрали половину действий, у которых награда была больше, и по сути дальше мы будем обновить наше распределение, с которого мы сэмплим по этим лучшим действиям, и повторим это н раз, пока у нас вот это распределение не будет достигать наилучшего реварда. в принципе, тоже достаточно простой алгоритм, но он уже хорошо работает, и тоже будут примеры современных алгоритмов, современных статей, которые его используют. Ну, есть модификация этого метода для того, чтобы оптимизировать его и искать еще более быстро оптимальное действие. Поиск оптимального действия, я здесь грубо говоря ставлю знак равно планирование. Поиск оптимальных действий это и есть планирование. Про следующий метод поговорим чуть более подробно. Monte Carlo 3 Search. В чем его задача? Давайте представим, что у нас есть какая-то игра Atari Sequest, у нас есть такой замечательный экран, у нас есть набор действий, но мы сделаем вид, что действий всего два. И мы делаем такое большое допущение, которого, наверное, никогда никто не делает в Model 3, то, что мы можем выполнить какое-то действие, и после этого мы можем вернуться назад. Можно это сделать с помощью программирования, как ни странно, да, и добавить себе такую возможность. и получается, что тогда мы можем планировать в среде Sequest. Как это выглядит? Допустим, мы начали со состояния S1. S1 мы можем сделать два действия, или действие A0, или действие A1, ну, точнее, мы можем сделать действие A1, его значение может быть 0 или 1. например, повернуть нашу подлодку направо или налево. И мы можем сделать и то действие, и другое действие, потому что мы можем после каждого действия откатить состояние эмулятора назад. поэтому мы можем рассматривать это как model base среду. S2 в этом обозначении это не состояние 2, потому что и справа S2, и слева S2, это именно следующий state имеется в виду по времени, по последовательности. Ну, и дальше мы можем открывать вот это дерево, мы можем из каждого следующего состояния опять же делать всевозможные действия и идти так до бесконечности вниз, пока игра не закончится. Соответственно, в sequest действий на самом деле чуть больше, чем 2, и витвление здесь будет достаточно сильное. Состояние здесь тоже, ну, каждое состояние это один timestamp следующий. Ну, примерно, кто играл немножко или видел просто вот эту игру, там нужно, ну, не знаю, где-то секунд 30. Ну, вы представляете, сколько много здесь будет состояний действий, дерево станет сразу, ну, нереальным, огромным, и до конца мы его будем открывать очень долго. Поэтому придумали такой замечательный метод Monte Carlo Research, как не идти до конца вот этого дерева, как мы можем сделать это приближенно. Приближенно мы это можем сделать следующим образом. Давайте открывать вот эти вот ноды, пробовать действия до какого-то предела. Ну, допустим, попробуем тысячу раз или до какой-то определенной глубины. Дальше будем действовать случайно. Возьмем просто случайную политику, которая будет рандомом выбирать действие 0-1, и пусть она играет до конца из текущего состояния. в итоге мы сможем для каждого такого стейта, в этом примере для каждого стейта 3, всего лишь на 3 темпа в глубину, мы можем понять примерную награду, какой-то аппроксимейт для финального реварда среды. И дальше будет чуть подробней, как работает этот алгоритм. То, что я сейчас описал, по сути, это именно уже как использовать это дерево, как его строить. Допустим, мы начали с первого состояния, мы можем выполнить какие-то действия, нам нужно какую-то функцию, которая нам будет говорить, какое действие выполнять. Потому что если мы будем равномерно открывать все действия, это займет очень много времени, поэтому мы будем использовать эвристику, какое действие выполнять из текущего состояния, например, можно использовать вот такую эвристику, она учитывает следующее, она учитывает сколько из этого состояния раз мы уже выигрывали, какой у нас ревард в среднем для этого состояния, средний ревард можно представить как ревард всех потомков из текущего нода. Также эта функция будет учитывать как часто мы уже использовали, как мы уже часто ходили в это состояние, и это нужно для того, чтобы чуть более рандомно открывать это дерево, чтобы не оверфититься на какое-то удачное состояние, единожды выбранное, а чтобы у нас был какой-то exploration. Вот, в принципе, есть более сложные формулы, но это такая базовая. Дальше мы выбрали, какое действие нам из текущего состояние делать, мы его делаем и добавляем в наше дерево. Дальше, после того, как мы добавили это новое состояние к дереву, мы должны зааппроксимейтить reward для этого состояния, и для этого мы запускаем случайную политику. Ну, политика может быть чуть более умная, но обычно случайнее достаточно. А после того, как случайная политика поиграла случайно в этом environment, мы для каждого родителя текущего нода мы распространяем награду наверх и говорим, что вот это действие было не такое уж и плохое, или наоборот, это действие было плохое, в каждом ноде мы запоминаем какой reward. В итоге мы в конце получим такое дерево, у которого у самого первого нода для возможных действий будет уже хороший approximate какое действие, какую награду тебе даст. Вот, ну и в принципе мы можем для текущего timestamp выбрать просто действие, которое имеет наилучшую награду у потомка. Вот как работает Monte Carlo Research и да, этот метод нам еще пригодится, когда мы будем говорить про AlphaGo. Жень, а я правильно понимаю, что в дефолт полисе может быть что-то обучаемое? Ну, по-хорошему оно может быть обучаемое, там могут быть, ну, например, какая-то, как опять же это будет в AlphaGo, какая-то эвристика нейроночная, например, какая-то, это может быть отдельная легкая линейная функция, которая тебе будет прикидывать, какое действие выбирать на текущем timestamp, но в самом базовом варианте она случайна, но может быть более умной. И еще такой вопрос, вот если мы делаем роллаут из ноды, которые только что поэкспандили, верно ли, что в дерево MCTS при этом не добавляются новые ноды? Да, мы добавляем каждый раз одну ноду и следующее действие, которое мы делаем, после этого мы играем наши default policy. Мы не добавляем сразу все остальные, это вот по одному разу. А почему так делают? Почему до конца все дерево не раскрыть? Ну, насколько я понимаю, это делается для нескольких вещей. первая для лучшего exploration. Возможно, ты бы открыл бы какую-то там дальше последовательность, которая, не знаю, тебе бы дала что-то заверфититься. Вот, это такая моя интуиция, возможно, это от оверфита. Может быть, кто-то сейчас ворвется и скажет нам свой вариант, почему мы expansion делаем только для одной текущей ноды. Меня просто это удивляет, потому что в последней шадовской дамашке, которая как раз проем я набагал именно таким образом. Если ты добавлял сразу все и это работало хуже или лучше? Слушай, я уже не помню, как именно это не работало, но это не работало. Ну, это хорошо, что ты подтвердил, что это правда так. Теперь хочется узнать, почему. да, я, к сожалению, не набажил в имплементации, поэтому у меня не было такого желания разобраться, почему это так. Вот. Ну, если кто знает, можете сказать или написать в чате. В принципе, интересно, да, потом почитать. а можно вопрос еще один? Это вообще очень похоже на то, чтобы разворачивать Q-функцию или V-функцию. Ну, то есть у тебя в дочерних вершинах должна лежать Q-функция по Bellman пересчитанной. Да. Примерно так получается. А почему мы должны играть рандомную политику? Это же должно быть чем-то очень плохим. Ну, то есть для Q-функции, если мы хотим оценивать свою собственную награду, внизу должна быть наша текущая лучшая политика. Нельзя как-нибудь это модифицировать или оно как-то не работает? Ну, вообще, да, я, кстати, видел варианты и опять же в Alphago есть что-то похожее на то, что ты говоришь. Там они используют Policy Network для того, чтобы выбирать следующие действия нерандомно. Вот, и это помогает. Но, в принципе, в дефолт Policy рандом это такой как бы базлайн, с которого можно просто начать. Расскажите, пожалуйста, как этот метод может работать с тахастическими средами. Там, например, нажатие направо с одной десятой шанса мы падаем в яму. И вот как бороться с этим? Да, хороший вопрос. Для этого можно из каждого вот такого экспаншена после того, как мы выбрали какую-то ноду, делать не одну симуляцию, а делать много случайных симуляций, ну, там, какое-то число N симуляций и, да, брать, по сути, мат ожидания и, возможно, мат ожиданий там как раз вот это вот падение со скалы будет достаточно сильно наказывать, даже с маленькой вероятностью, что ты поймешь, что это плохое действие. Наверное, было бы как-то хорошо апдейтить вот это решение, ну, просто как выбрать вот это 10, может, не 10, а 100 надо, чтобы качественно определить, что нажатие вправо более-менее хорошее. Да, да, это нас подводит к проблеме uncertainty estimation, мы можем, ну, если это какая-то, мы используем default policy не просто рандомную, а, допустим, выучили нейронку, то, если нейронка может нам дать уверенность, то, что мы уверены, что нужно идти направо, а не налево, то хорошо, мы сделаем это там один раз. Если нейронка не уверена, то мы пойдем, как нам говорит нейронка, направо с такой вероятностью, но повторим это действие еще раз десять. Такой, ну, тоже бейзлайн. Еще один технический вопрос про реализацию. Давай. Я правильно понимаю, что ничего не сломается, если вот мы на первом шаге посчитали вот это дерево, потом сделали действие, некоторые, ну, которые мы там выбрали, как наибольшие вери, имеющие, вот, сохранили то дерево, которое осталось с первого шага, выкинув из него все ветки, кроме той, по которой мы пошли. Такое сохранение деревьев между шагами что-то сломает или нет? Ну, звучит, как, в принципе, логичная оптимизация. Кажется, не должно, наверное, сломаться ничего, вот, но, да, я тоже, естественно, не пробовал, но звучит, звучит логично, как такая, да, оптимизация, что раз мы уж посчитали. Да. Так, давайте тогда, если вопросов нет, пойдем дальше. Кратко просто хотел упомянуть, что есть такая статья, которая делает то, что мы сейчас обсудили для, например, sequesta, находит оптимальные действия на каждом шаге с помощью Monte Carlo Research, выполняет это действие уже в симуляторе, после этого оно пересчитывает прямо с нуля Monte Carlo Research и выбирает следующее действие, но это долго, тебе нужно на каждом шаге вызывать Monte Carlo Research, делать кучу итераций, и что они сделали, они обучили просто, по сути, отдестилировали это другой нейронкой, в рамках, наверное, Рейля, правильно говорить, сделали imitation learning, выучили политику, которая будет просто повторять Monte Carlo Research, и вот так вот ускорили, и как бы и точно, и быстро. так, это все было, конечно, хорошо, но не все умеют в Atari откатывать, допустим, действия назад, или вообще не во всех средах мы можем сделать какой-то симулятор, что это нам делать, если у нас нету среды, нету вот этой функции перехода для среды, давайте ее просто выучим, будем взаимодействовать со средой и пытаться как-то выучить вот эту функцию переходов. Поскольку мы выучим функцию переходов, ну, а также, да, естественно, нужно забывать, что нам еще нужно будет не только функцию переходов учить, а также функцию награды. после того, как мы выучим функцию переходов и функцию награды, мы сможем уже использовать какой-нибудь метод для планирования. Вот, и опять же, в таком сетапе нам не нужен будет Model 3, и мы будем по-хорошему sample efficiency. Давайте посмотрим на самый наивный способ, как это можно сделать. У нас будет какая-то, выберем base policy в начале, пусть это будет случайная политика. Мы, допустим, ничего не знаем о среде пока. Мы запускаем base policy и собираем experience с реальной среды в виде текущего состояния действия, которое мы выполнили, и следующее состояние, в которое мы перешли. Сохраняем это в наш большой replay-буфер. На следующем шаге мы вот собрали много experience, мы учим как раз вот это вот dynamic models, мы учим предсказывать следующее состояние. Ну, здесь вот функция организации MSCE, но это может быть там cross-entropy, если у нас следующее состояние дискретное, но в любом случае мы просто учим предсказывать следующее состояние, также здесь нет, но нужно учить еще и reward. Если мы не знаем целевое состояние, нам нужен reward. и на третьем шаге мы молодцы, мы выучили функцию переходов, мы можем смотреть на задачу, как будто бы на задачу планирования, мы будем просто использовать какой-нибудь метод, например, cross-entropy, для того, чтобы планировать в этом среде, для того, чтобы выбирать следующее действие. У кого-нибудь есть идеи, почему это может плохо работать? Так, здесь пока кто-нибудь может быть думает, почему это может плохо работать? Может быть out of distribution samples, но в том плане, что у нас, а, distribution of shift это называется, по-моему, в том плане, что если мы запустим вначале политику для собирания сэмплов, выучим динамику, то наша модель будет хорошо приближать динамику среды только вокруг, как бы, в том месте, в котором обычно у нас до этого работала базовая какая-то политика, случайная политика. Если наш агент начнет уходить куда-то в другое место, то наша модель там уже, скорее всего, будет неактуальна. Да-да, и это правильный ответ. Что, если ты берешь F от SA, у тебя получается S штрих. Когда ты берешь F от S штрих, у тебя получается S два штриха. Когда у тебя собирается пять штрихов, у тебя появляется такой S, которого никогда нигде не забывало, и твоя F уже плохо предсказывает следующее состояние, и, в общем, оно расходится очень быстро. Да, и это второй правильный ответ. Так, да, ты даже предупредил, у меня был следующий вопрос, но да, это тоже правильный ответ, который мы запомнили. К нему мы вернемся чуть позже, но сначала, да, решим первую задачу, точнее, проблему, distribution, mismatch. Как мы ее решим? Ну, тут была ремарка, что, в принципе, это может работать в каких-то узких кейсах, иногда этого хватает. Но, да, то, что вот сейчас ребята описали, допустим, наш агент хочет подняться на гору, и у него есть какая-то вначале случайная политика, которую он попробовал подвигаться по горе, вот здесь вот он красным нарисован, он подвигался, после этого мы обучили модель среды, и мы поняли, что чем дальше мы идем направо, тем выше мы поднимаемся, и это наша модель, такая линейная простая модель, но когда мы запустим вот эту нашу модель, мы запланируем, ну, после этого мы запустим алгоритм планирования, он нам скажет иди направо и будет хорошо, но ты пойдешь направо, и в итоге, да, ты попадешь в ту область, в которой тебя агент не видел, и, скорее всего, там все будет очень плохо, и это очень напоминает нам, в принципе, проблемы с mutation learning, в которых в принципе та же самая проблема была distribution mismatch, и ее решением был Dagger, если кто-то помнит из предыдущих лекций, которые здесь были, что делал Dagger, что будем делать мы, следующая версия model base, начало у нее, в принципе, такое же, как до этого, только теперь мы будем еще вот эти вот вот этот вот цикл делать несколько раз, мы будем планировать в выученной среде, мы сделали какой-то план, мы его выполнили в реальной среде, собрали новые данные, вот в этом примере бы мы собрали данные, допустим, в следующий раз вот здесь, вот, и добавили их в наш replay buffer, обновили нашу модель среды, и в какой-то момент мы как бы добавим вот эти вот данные о том, что скала это плохо, и у нас модель будет хорошая, мы будем знать, что падать со скалы это плохо, в принципе, то же самое было в imitation learning. так, здесь должен был быть вопрос, какие могут быть здесь проблемы, но на него уже заспойлили ответ, да, этот метод получается у нас тоже неоптимальным, потому что, допустим, мы обучили модель, но, естественно, ни в каком реальном мире модель не будет идеальной, модель будет, допустим, немножечко неточной, даже небольшая ошибка, допустим, вот в примере с кеслой, которая должна ехать прямо, допустим, наша модель будет немножко неточной, и, планируя в этой среде, мы запланируем, допустим, на 100 шагов вперед, но каждый шаг у нас будет с небольшой ошибкой, будет нас смещать налево, в итоге мы просто будем улетать в кювет, даже добавляя новые данные о том, что улетать в кювет плохо, нам это не поможет, потому что просто модель неточная, предсказывать на 100 действий вперед, ну, будет работать недостаточно точно для того, чтобы ехать по прямой. Ну да, нам заспойлили проблему, точнее, дали правильный ответ, а может быть кто-то знает какое решение у этой проблемы. Оно даже немножко тоже уже было до этого упомянуто. Так. Включить на проекториях, видимо. Тут должен был. Берешь запихиваешь выходы нейронки в саму нейронку и учишь это. Кстати, да, такое будет даже в одной из статей, которую мы дальше рассмотрим, но есть более простой метод. Давайте просто планировать на 100 действий вперед, но выполнять каждый раз только какое-то небольшое количество действий. Например, выполнять первые 5 действий. И получается, сейчас у меня есть красивый график. Да, вот он, наш новый алгоритм. Давайте после каждых 5 действий, которые мы выполнили, заново перепланировать. Это называется Model Predictive Control. По-моему, да, вот здесь он нарисован. Допустим, вот как выглядел наш план в начале. Мы какую-то такую запредиктили траекторию. Но мы не будем выполнять всю вот эту траекторию. Мы выполним только первые несколько действий из этой траектории и дальше перезапустим наш алгоритм планирования. Получается, мы будем чаще планировать и из-за этого даже неточная модель с небольшими помарками нам ее будет хватать, потому что мы недалеко планируем. и здесь псевдокод для этого улучшения. Мы вот в этом примере, допустим, выполняем только первое действие из нашего плана в реальной среде. Вот мы выполнили одно действие, добавили его в replay buffer и планируем заново. Добавили одно действие, выполнили его в среде и планируем заново. Ну и также, да, нам нужно добавить раз в несколько шагов заново обучать модель среды. И, в принципе, вот такой алгоритм уже может работать. Это такой как бы бейзлайн для всех методов, которые делают модул бейз в среде. Так. Это хорошо. да, вот еще тут какие-то коменты, что нам можно использовать shorter горизонт. Имеется в виду, что мы можем планировать не так далеко, потому что мы будем часто делать короткие действия, и планировать нам можно уже, допустим, не на 100 шагов вперед, а на 50 шагов вперед. и здесь может возникнуть вопрос, зачем нам вообще планировать далеко. Это нужно для того, что, допустим, если мы решили прям совсем укоротить и планировать всего лишь на 10 шагов вперед, то мы можем, как в примере, допустим, с горой, не знать, что на 50 шаге у нас обрыв, и что мы вообще повернули, вот сейчас мы поворачиваем направо, но это плохое решение, потому что через 50 шагов там будет обрыв, и вообще не нужно было прямо сейчас поворачивать направо, а нужно было сейчас повернуть налево. Даже если первые 10 шагов кажутся неоптимальными, дальше может быть какой-то хороший ревард спустя 50 шагов, и это такой получается кредит assignment проблем, который мы решаем более далеким планированием. Если мы будем вообще репланить каждый раз, то может, вот я упоминал, что рандом шутинг может использоваться, естественно, он будет использоваться только в таком случае, если мы будем часто вызывать перепланирование, потому что да, если мы сделаем 100 случайных действий, выберем на 100 шагов вперед, то это вряд ли нам даст хороший результат, но если мы выполним из этого плана только первое действие, то, скорее всего, оно будет плохое. Вот. Это первая часть. Теперь вы знаете про Model Base, и, в принципе, это можно закодить, и это будет работать, и, скорее всего, на средах некоторых будет эффективнее, чем Model Free. Дальше мы поговорим о конкретных пейперах. сначала поговорим про метод, который скрещивает Model Base и Model Free. Для тех, кто все-таки очень любит Model Free, поговорим про планирование с моделью, про модель без планирования, про обучение агента внутри его воображаемой модели, и про еще планирование с моделью еще два пейпера. такая затравочка. Итак, про Model Base сокрещенность Model Free. Как мы уже поняли, Model Base очень sample efficiency, ему нужно мало времени, чтобы сойтись до приемлемого решения. На графике для бегущего гепарда или леопарда видно, что Model Base в принципе за 10 минут реального времени, просто запустили симулятор, подождали 10 минут реального времени, в принципе сейчас будет дальше видос, этот гепард может кое-как двигаться, но скорее всего у Model Base достаточно быстро пройдет насыщение, скоро дальше не особо будет расти. Что у нас есть у Model Free, что он может предложить? Model Free обучается очень долго, вместо 10 минут у нас будет 10 дней, но прикол в том, что его скор, это вот синий график, намного лучше, Model Free, точнее Model Base. И давайте объединим лучшее с двух миров и возьмем для начала Model Base, обучим какого-то гепарда кое-как двигаться с помощью Model Base, он будет использовать планирование для того, чтобы двигаться, а потом мы повторим вот эту политику с помощью нейронки, выучим, грубо говоря, имитацию этого движения и используем вот эти веса как притрейн политику для Model Free. Model Free начнет уже, ну, в чем вообще сложность для Model Free? В начале, когда ты пробуешь в Model Free рандомные действия, очень тяжело получить первый ревард. Ну, наверное, с гепардом не так тяжело, потому что достаточно простая задача, но в каких-то более сложных средах может быть тяжело получить первый ревард. И вот этот вот предобученный кое-как политика может помочь Model Free очень быстро стартануть и ускорить обучение. Что интересно, у них даже получились финальные результаты лучше, чем у модели без предобучения. Дальше будет красивый видос, как бегают разные гепарды. Вот, ссылочки, да, я буду вставлять где-то в разных углах ссылочки на архив. Вот, видосик сейчас будет. Слева у нас Model Based, справа у нас Model Free. Ну, понятно, что Model Free лучше ценой того, что он намного дольше обучался. Он набирает больше ревард, но тут видно, сколько использовали данных для того, чтобы обучить, там прям на порядке больше данных нужно. Следующая сейчас будет видос, они пытаются запроксимейтить вот эту вот коллегу гепарда с помощью нейронки. Они обучают полисе имитировать. Вот, и потом обучают это с помощью Model Free методов. Видно, что все хорошо у них. Сейчас, ну да, это график, который мы, в принципе, уже видели. Они говорят, что sample efficiency все хорошо. Следующий пейпер про Model Free в принципе больше не будет. Те, кто фанаты Model Free могут не ждать, а дальше будет только хардкор и только Model Base, только планирование. Сейчас мы будем говорить про, ну, вы сейчас, наверное, все угадали, о чем мы будем говорить, про какую модель. Сначала вспомним вообще, что такое Go с точки зрения как среда, какая у нас среда. У нас есть Input Grid. у нас есть Input Grid, который представляет из себя двухмерный массив, в котором будет, допустим, нолики, единички, которые отвечают за положение фигурок на доске. Так как мы будем учить Model Base, мы будем знать правила игры, которые, в принципе, ну, глупо не использовать, если они есть. Model 3 как раз, он просто забивает на то, что есть правила и пытается выучить их с нуля. Например, если бы Model 3 играл бы в Go, скорее всего, он бы вообще не смог бы, потому что он бы там ставил камни туда, куда нельзя. Но есть правила для Go и есть Transition Model, Transition Function, есть Reward Function. Мы знаем, что если мы подвинем камушек наверх, то он переместится наверх. И мы знаем, при каком состоянии доски у нас выиграл игрок первый или игрок второй. Ну, также, да, у нас мы можем проверять валидность ходов. Это значит, что из-за того, что мы знаем опять же правила, что мы знаем, что нельзя камушек ставить на другой камушек, мы не будем делать такие действия. Или мы знаем, что как в шахтах ходит конь или ферзь. Ну, и еще, какие у нас domain knowledge есть про Suedu, например, для Go. Мы можем проверять максимальное количество ходов и понимать, что, допустим, наступила ничья. Это вот такие базовые правила, которые мы будем дальше использовать. Это можно назвать модель среды. И хотелось бы туда напомнить, что с точки зрения, наверное, среды Go кажется достаточно простой средой, и вот почему. Наверное, Седоль не согласен, но среда простая, потому что она полностью детерминированная, нет случайности, она полностью наблюдаемая, действия дискретные, есть очень быстрый симулятор, который позволит прогонять много игр. Эпизоды это на самом деле достаточно короткие, любая Atari игра имеет намного большую длину, в плане шагов в игре всего лишь в среднем или максимум 200 шагов. И есть датасет кучи людских игр, записанных игр. В принципе, в последних версиях модели, о которой мы будем дальше говорить, этот поинт уже не валиден, и он не нужен. В принципе, это то, почему Go простая, но я не привел здесь поинт, почему Go сложная, наверное, самая главная сложность этой среды в том, что очень большой фактор ветвления на каждом шаге игрок может сделать порядка 300 уникальных действий. И это то, что делает Go намного более сложной, чем шахматы, например. В шахматах ветвлений 30 на каждом шаге, значит, то, что из каждого состояния ты можешь сделать порядка 30 действий, в Go это 300 действий. Поэтому долгое время эта игра была достаточно тяжелой, но я думаю, и так все много слышали про Go, поэтому давайте именно к модели перейдем. модель AlphaZero. Сначала была модель AlphaGo, которая использовала много евристик, использовала как раз людские игры для того, чтобы запритренить. Потом была модель AlphaGo Zero, которая не использовала уже многие евристики, но она была захардкожена только для игры Go. И самая, уже не самая новая, но следующая модель в этой эволюции это AlphaZero, это алгоритм, которому уже в принципе все равно какая-то игра настольная. Они тестировали свой подход на шахматах, Go и еще каких-то японских шаги называются, японские шахматы. Вот, класс. И давайте посмотрим на код. Кратко, в чем вообще состоит AlphaZero алгоритм. На самом деле, чем дальше он эволюционировал, тем проще он становился, поэтому, ну, наверное, псевдокод для AlphaGo был бы намного более длинный и сложный. Все просто, мы повторяем, ну, сначала мы создаем нейронку, которая будет предсказывать нам, ну, мы дальше посмотрим, что она будет предсказывать, создаем нейронку и повторяем до бесконечности. Играем игру сами с собой, с такой же версией нейронки, и обновляем веса. Все просто, два действия. Дальше посмотрим на то, что значит играть игру. Это значит, что мы повторяем до момента, пока мы не выиграем или не проиграем. Из текущего стейта мы делаем Monte Carlo 3 search до определенной глубины, ну, потому что до конца, естественно, мы не сможем раскрыть дерево, потому что хоть у нас глубина дерева максимальная это где-то 200 возможных шагов, ну, точнее, 200 шагов в глубину, это, в принципе, длина игры в гопо, 200 шагов, да. Но проблема здесь в том, что у нас 300 возможных действий на каждом шаге, поэтому в лоб мы перебрать не сможем, естественно. Так, для каждого состояния мы сделали вот это Monte Carlo 3 search, и он нам сказал, какое действие хорошее, а какое плохое. Это значит, что мы получили распределение по действиям. Для всех 300 действий мы получили распределение, какое действие норм, какое не норм. Мы записали в наш replay буфер текущее состояние, и вот этот вот результат Monte Carlo 3 search. и после этого это все было, грубо говоря, в симуляторе в виртуальном Monte Carlo 3 search, где мы выполняли поиск действия следующего. Дальше уже на реальной доске мы выполняем одно действие, которое будет цемплироваться из вот этого распределения P. Все, мы выполнили одно действие, дальше мы повторим этот цикл, и на каждом действии мы будем заново вызывать Monte Carlo 3 search с нуля. Как обновлять веса нейронки для... Да, также после того, как мы доиграли до конца, мы запоминаем выиграли мы или проиграли. Это будет обозначаться как Z плюс 1 или минус 1 или 0, если ничья. Дальше мы сэмплим из replay буфера такое триплет, не пару, триплет состояние, вероятность действий из этого состояния, и нолик или единичку, точнее, нолик единичку или минус единичку, как флаг того, выиграли мы или проиграли. Вот, получили такой триплет, и на нем мы обучаем нейронку, и вот дальше будет слайд, почему мы обучаем нейронку на таком триплете. Как выглядит self-play? Self-play, потому что мы играем на самом деле сами с собой, во время обучения нам не нужны люди, все будет автоматически. На каждом шаге вот это просто визуализация того, что мы в принципе сейчас разобрали, на каждом состоянии мы делаем Monte Carlo research, вот так красиво нарисован, получаем распределение по ходам, сэмплируем и делаем дальше. К концу мы получаем Z, выиграли или проиграли, записали все в replay buffer. Вот чему мы обучаем нейронку. У нас есть на входе нейронки текущее состояние доски, как я уже сказал, это просто двухмерная матрица, на самом деле матрица будет не двухмерная, трехмерная, потому что они еще стакают к текущему состоянию доски, 17 предыдущих состояния доски, это имитация памяти. И чего мы хотим от нейронки, что она должна нам предсказывать? Она должна нам предсказывать как раз это распределение P, которое нам во время трейна выдавало Monte Carlo от research. Также мы должны предсказывать, не мы, нейронка должна предсказывать value function, это вероятность победы из текущего состояния. Ну вот и в принципе все, что мы хотим от нейронки. И как мы это используем во время это вот что касается трейна, как это использовать во время теста, как нам выбирать действия. Выбирать действия мы будем по такой формуле, которую мы в принципе похожий вариант видели уже ранее, когда говорили про Monte Carlo от research. По сути на каждом шаге мы будем смотреть на две вещи и выбирать argmax по вот такой вот сумме, где q это как раз наш approximate value function, хоть он тут и stay, но это вот то, что нам предсказывает нейронка. дальше нам нужен еще один терм, который будет нам отвечать за exploration и он состоит из примерно того же самого, что мы видели опять же до этого. Он наказывает не на кто-то, он поощряет те действия, которые мы редко выполняли. Ну вот в принципе тут tell, there есть, что вот эта формула делает, что мы на каждом шаге выбираем действия с наибольшим q, наименьшим количеством визитов до этого и с наибольшей вероятностью посещения, которое нам вот это вот п оценивает нейронка. это, я может быть немножко запутал, это про то, как не во время уже игры с людьми выбирать действия, это как выбирается действие внутри Monte Carlo Research. Когда AlphaZero играет по-настоящему, так сказать, там уже выбирается действие здесь без exploration, просто по вот этой policy network оно детерминированно выбирается то действие, которое policy network считает наилучше. Вот, в принципе, и весь AlphaZero. Это работает для разных игр, вот, и этим она хороша. Можно еще раз, пожалуйста, вот P от S это что? Это вот как раз вот это вот approximate, который выучивает нейронка. Это такая функция, которая, которой нейронка пытается зааппроксимировать результаты Monte Carlo Research. Нет, P, а не P. Или я путаю. Да, это такое просто обозначение. Прикол в том, что это вот картиночки как раз с папера AlphaZero, но что интересно, в папере AlphaZero не было формулы как выбирать действие, они как раз только говорят словами, что по сути вот эта вот фраза, я ее переписал из папера, но формулы они не дают. И формула вот эта из папера предыдущего, который AlphaZero, вот, поэтому буковки могут немножко не мачиться. Но P это как раз P. А каким образом они блокируют нейронку от действий, которые запрещены, ну, там же нельзя в некоторое место ставить. Да, 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 это вот как раз к счастью, что у нас ModelBase, мы знаем все, что можно, что нельзя, и поэтому после того, как нам нейронка выдал распределение вот здесь вот на действия, мы просто зануляем те действия, которые невозможны из текущего состояния. вот, да, и дальше сэмплируем уже из этого распределения, где ознавлены некоторые действия. Вот, пока, может быть, кто-то формирует вопрос, можно вот посмотреть на то, как AlphaZero надирает все предыдущие программы, играющие в шахматы, шоги и Go. Блин, меня уже поправляли, как правильно говорить, шоги, сёги, по-моему, да? Вот. Суть в том, что она всех выигрывает и за меньшее количество шагов, что интересно. Здесь еще такие графики. Да. Можно вопрос. На предыдущем слайде, на предыдущих слайдах, у тебя получается нейронка во время Монте-Карлок-ресерча должна внутри своей, словно говоря, головы предсказать будущее, чтобы сделать Монте-Карлок-ресерч. Для этого тебе нужна модель среды. Модель среды самой, как сказать, игры. Ты правила ее знаешь и как у тебя меняется расположение фигурок, знаешь, но как ты моделируешь поведение противоварствующего агента, я не очень понял. Да, да, я как раз, наверное, про это не упомянул. Это у нас такой сценарий, когда мы играем сами с собой, self-play. Поэтому по сути, да, мы делаем вот этот вот выбор действия с помощью Монте-Карлок-ресерч и подразумеваем, что после каждого нашего действия у нас есть точно такая же схема для нашего оппонента, у которой, ну, в принципе, то же самое состояние, только у него в состоянии еще за хардкожен, в принципе, за кого ты играешь. Вот. И, да, мы можем, грубо говоря, подставлять здесь такую же копию вот этого пайплайна для того, чтобы он отыгрывал за оппонента. Да, поэтому это self-play. Мы играем как бы с оппонентом, но как бы сами с собой. А оппонент правильно с нами учится? То есть это та же сетка или это вторая инстансфера? Это вообще та же сетка. Это вот как раз про улучшение. То есть во второй части, где B, там выходы V1, V2, VT, они чередуются. То есть если мы выиграли, то там плюс 1, минус 1, да, потому что второй ход делал нашу хьюнику. Да. Окей. А выходы где используются V1, V2 в следующей формуле? Выходы как раз используются в Monte Carlo 3 Search, для того, чтобы более оптимально раскрывать вот это дерево возможных движений, мы используем как раз как юристику и V, который мы учим, и как раз вот это вот policy network тоже мы используем как юристику, для того, чтобы чаще ходить в те ноды, у которых больше предсказывается value, у которых больше наша policy оказывает вероятность. Это вот сделано для того, чтобы... V это то же самое штуку. Да, да, это то же самое на самом деле. Это вот сделано, чтобы более целенаправленно искать в этом дереве. Ну и если мы уже заговорили про детали, как выбирать действия, мы не можем естественно бесконечно ходить по этому дереву, поэтому с какого-то момента, с какой-то глубины, ну мы устанавливаем это, грубо говоря, бюджет поиска. А, вот, кстати, как раз можно это связать с этим слайдом. Вот с графиком у нас есть производительность, это вот такая метрика вот этих вот всех решалок шахматы го. Это вот здесь скор по у, а по иксу это времени, сколько нам давали на один ход. Соответственно, чем больше времени нам дают на один ход, тем больше у нас скор, и что от этого зависит, чем больше нам времени дают, тем глубже мы раскрываем Monte Carlo 3 Search, и с какого-то определенного момента мы перестаем пользоваться вот этой полной формулой, мы просто играем без вот этого exploration, без всего, мы просто с какой-то глубины, когда у нас уже не осталось лимита для вычислений, мы просто отыгрываем политикой, которая просто policy network без всяких exploration, просто до конца дооткрываем текущее состояние. Вот. Ну и, соответственно, чем больше у нас времени на ход, тем более хорошо Alpha Zero играет, чем какой-то бейзлайн. Вот. это вот про Go, а это про шахматы. А можешь еще прокомментировать, в чем разница между Alpha Go и Alpha Zero, более подробно? Что именно? Как-то ее упростили? Ну, смотри, там убрали какие-то хэнкрафт штуки, например, в Alpha Go Zero, так как она была захардкожена только на Go, там были всякие аугментации, допустим, они, зная то, что игра симметрична, мы можем перевернуть другого ряда скун и получить просто, ну, дополнительно в два раза больше данных. Вот, по-моему, в каких-то как раз играх это все, нельзя сделать, поэтому для общности они не агентировали никак состояние, вот, это такое первое, что делает более general такой Alpha Zero, а потом это вот из такого, что я прям точно сходу помню, вот, да, ну, наверное, можно посмотреть, что там еще они подобавляли, но вот это из основных они просто убрали все костыли, которые были захардкожены для Go, и, как оказалось, без этих костылей все лучше. А, вот, допустим, еще интересное улучшение, которое я вспомнил, при выборе действия из полиси Network, когда ты симплируешь, они стали добавлять шум, но не случайный шум, а из такого распределения, которое, я забыл, из какого распределения, но суть в том, что этот шум поощряет выбор именно какого-то конкретного, хоть и случайного действия, это вот тоже они показали, что это докидываем. А, еще одно улучшение вспомнил, давайте последнее улучшение, а то я могу долго вспоминать, еще улучшение, которое там было, раньше вот этот вот селф-плей игрался со старой версии нейронки, они играли сколько там эпизодов, обучали, а потом они текущую версию нейронки запускали турнир, грубо говоря, с прошлой версии нейронки, смотрели, если она стала играть на 5% лучше, только тогда они обновляли веса на новые. Вот, а теперь они сразу после каждого апдейта они веса твоего оппонента, грубо говоря, присваивают предыдущим весам тебя. Ну и таких вот по мелочам добавили, что вот накинуло. А вот можно тоже вопрос? Угу. Насчет апдейта предыдущий слайд. Насколько я помню, там еще, наверное, один там, по-моему, там два, две головы, у нейронки, и одна дает value, а другой вот это policy. Я не очень понял, как апдейтится эта нейронка. Она апдейтится только value по голове, по head value или policy тоже? Нет, policy тоже апдейтится, потому что для policy мы можем для каждого стейта как таргетом для policy взять результат Monte Carlo Research. Monte Carlo Research для текущего стейта раскрыла ноды, дальше мы смотрим, какая нода была более успешной, соответственно, нормируем по успешности ноды и получаем распределение, считаем это таргетом для вот этой вот policy головы. И это получается потом они объединяют это в один лосс, да, суммируют? Да, это объединяется в один лосс. Спасибо. А можно как раз вопрос по этой штуке? Вот где было две головы? Я даже не замечал, что там две головы. Это типа дистилляция Monte Carlo, чтобы работало быстрее? Да, да, это все направлено на то, чтобы быстрее искать. Ну, по-хорошему да, самая первая версия, которую они пробовали давным-давно, это вот просто, ну, ладно, даже в самой первой версии у них была какая-то нейронка отдельная, но самая, наверное, бейзлайн игры в ГО это просто запускать Monte Carlo тресерч, но без всяких вот этих эвристик это будет очень долго. Так, следующая статья от Шмидт Хубера, называется она World Models, очень такая популярная статья. Это как раз про модел-бейз без планирования, хоть так странно звучит, но и даже это будет не совсем модел-бейз, но сейчас посмотрим. В чем вообще интуиция, зачем это нужно? Шмидт Хубер вначале классно описывает про то, как, допустим, бейсболист, как он играет в бейсбол, он в бейсболе к тебе летит шарик, мяч, который ты должен отбить, и летит он к тебе так быстро, что ты его даже не видишь, но бейсболисты, тем не менее, все равно его отбивают, потому что они там у себя в голове мысленно у них мозг аппроксимейтит, как полетит мяч, и у тебя руки с рами отбивают автоматически, потому что ты в голове представил, как полетит мяч. И вот с такой вот интуицией они, авторы, создают свой ворлд модуль. Это и была интуиция, для чего это нужно. Вот. Что это такое? Ворлд модуль представляет из себя такую жирную часть энкодера, который, да, вообще нужно оговориться, что до этого мы рассматривали по сути все для каких-то некартиночных сред, дальше мы поговорим про какие-то картиночные среды, потому что в основном там всякие Atari и так далее, это все-таки изображения. А как вообще поступать с изображениями? Чаще всего мы будем просто переходить в какое-то латентное пространство от изображений. Вот. И ворлд модуль он как раз именно про то, как выучить очень классный имбединг для изображений. И, как говорится, если мы выучим очень классный имбединг, то выбирать действия по этому имбедингу для кадра можно будет с помощью очень простого контроллера, ну, очень простой полиси-нетворк. Вот. Это так в общем про ворлд модуль. Итак, как же выучить очень классный имбединг? Первое, что здесь есть, это на входе у тебя есть фрейм, ты его пропускаешь через энкодер, который, как будет видно дальше, это просто вае, который был притрейнен заранее на то, чтобы предсказывать, реконструировать текущий кадр. Давайте даже сразу на это посмотрим. Вот так вот выглядит энкодер, сразу, чтобы было понятно. На входе какой-то кадр, он сжимается через bottleneck, и потом у нас есть декодер, который реконструирует текущий кадр. Это делается через вае. Вот. Это что про энкодер. Дальше у нас есть memory блок, который представляет из себя большую рененку. Она делает следующую вещь. Она предсказывает заранее следующий Z, который придет от следующего кадра, от воен. Получается, как будто бы вот этот memory блок пытается предсказывать эмбединг для для следующего кадра. Вот. Вот этот вот энкодер для картинки и рененка для стейтов, они очень большие, там миллионы параметров, и есть очень маленький контроллер, который берет на вход просто конката вот этого hidden стейта из memory блока и Z из E, берет просто конкат этих двух векторов, делает просто там линейная модель, которая предсказывает действие. Так как у нас вот здесь вот очень хороший получился стейт для картинки, то достаточно линейной модели, потому что worldmodel за тебя позаботился о том, как сделать представление среды очень плоским, можно сказать, линейным. И они говорят, что их worldmodel настолько хороший, почему вообще worldmodel, потому что мы на каждом шаге предсказываем немножечко будущего, немножечко следующего имбединга. Настолько это хорошее представление, что вот это вот C обучается даже с помощью эволюционного алгоритма. Вот. Немножко подробностей из того, что я еще не назвал, хоть у нас и обучается по сути, это похоже на transition function, который предсказывает следующий стейп по текущему и по действию, но они не используют его для планирования. Это вот просто для того, чтобы красиво и хорошо описать состояние текущей среды. Тут еще красивая метафора от Шмидтхубера. И что это дает? это дает соту на racing car environment в Atari. Там дальше будет score, по-моему. Ну да, все остальное я, в принципе, перечислил. Сейчас, в принципе, давай. нарисовано вот это предсказание следующего стейта. Еще раз можешь полагалованию? Ты говоришь, memory module предсказывает след со следующего шага. Да, да. А правда, что на этой картинке это не нарисовано? Да, правда. Это, по сути, здесь, наверное, нарисовано, как это и валится, как это выполняется. Там дальше будет картиночка про то, как это обучать, и вот там это будет виднее. Да, хорошее замечание. Вот, и что интересно, когда читал этот пейпер, ты такой осознаешь, как же много в этом пейпере Шмидт Хубер цитирует сам себя. Это вот в конце пейпера референсы, там просто миллион пейперов, которые он процитировал, в которых он первый автор. Такой типичный пейпер от Шмидт Хубера. Это результаты как раз на рейсинг-кар или кар-рейсинг. Вот, видно, что они пробовали, допустим, обучать только на эмбединге, который от ВАЕ сразу, но скоро не бил соту. Но если... А, ну и также они пробовали отдельно только на Хайден-стейте и РНН. Тоже еще не бьет соту, а если сканкатить, то это бьет соту. Вот такой вот интересный эксперимент. Это слайд про то, что такое энкодер для картинки. И вот что, допустим, он реконструирует. Если подать на вход фрейм, то ВАЕ зареконструирует в принципе более-менее правдоподобно, в принципе, даже убрав ненужные детали, какие-то, допустим, текстуры на стене. Что интересно, еще есть прям сайт для вот этой World Model. там можно ползуночки подвигать, посмотреть, что вообще закодировано в латентном пространстве этого ВАЕ. Можно посмотреть именно, что декодер выдает на разные Z-ки. Что из себя представляет Memory Block? Это, как я уже сказал, RNN, которая принимает, как любая RNN, на вход предыдущий свой hidden state, принимает предыдущий Z, ну, точнее, текущий Z от ВАЕ, принимает действия и предсказывает следующий Z, но он делает это не напрямую, иначе это было бы детерминировано. Это делается через Mixture Density Network. По сути, это способ добавить стахастичности к этим предиктам. Выучивается не одно значение, ну, как, не одна Z, а выучивается распределение Z. Распределение это такая сумма Gaussian. По сути, Mixture Density Network это сумма Gaussian с разными весами, для которых предсказываются средние и ст.д. Это позволяет сэмплировать из этого распределения. Можно здесь сказать, конечно, что сэмплировать можно из Softmax, но у Softmax одна мода, а с помощью как раз MDN можно сделать распределение, у которого будет несколько мод, и это хорошо, потому что давайте представим, что вот они это делали, да, не только на Racing Car, а еще на Wisdom, это такая среда, которая по сути Doom, в которой в тебя монстры фаерболами стреляют, а ты должен выворачиваться. По-хорошему, она-то среда нестахастичная, если мы знаем State, но если мы наблюдаем только на кадр, только как на картинку, по одному кадру или даже четырем последним кадрам, для нас эта среда становится стахастичной, мы не знаем, когда в нас полетит фаербол, для того, чтобы это моделировать, как раз нужна MDN. Вот как-то обучается, это вот обучение контроллера, VAE обучается отдельно, RNN обучается тоже отдельно, после того, как обучилась VAE, и контроллер потом уже тоже обучается отдельно, как я сказал, контроллер обучается вообще эволюционным алгоритмам, ну да, контроллер по сути предсказывает экшен, отдает его в environment, получает новый Z, новый H, конкатит и так далее. В принципе, здесь ничего сложного, но авторы статьи пошли дальше и попробовали, ну вот, как бы, может быть, кому-то интуитивно, но здесь напрашивается, что если мы вообще не будем использовать реальную среду, а возьмем вот этот вот memory блок, который может нам из текущего Z предсказывать следующий Z и запустим среду в таком вот, точнее, запустим агента в такой вот воображаемой среды, без реальной среды, просто будем на каждом шаге предсказывать с помощью вот этой RNN-ки следующую Z, вот, у меня даже есть слайд, ладно, мы можем оторвать всю верхнючую схему, использовать только RNN-ку, которая будет нам на каждом шаге для каждого нашего действия предсказывать следующую Z и следующую H, но здесь, конечно, чего-то не хватает, для того, чтобы это прямо обучать только вот в этой скрытой среде, нужно будет дополнительно предсказывать еще и reward, но здесь есть небольшой минус, что если мы, допустим, вот как есть обучаться агента в этой виртуальной среде, то, как говорит Шмидт Хубер, агент будет эксплойтить эту среду, как маленький ребенок, который, ну, прочитайте красивые цитаты, вот, и что делать, чтобы агента не эксплойтил эту среду, тут есть видос, кстати, как вообще агент будет эксплойтить эту среду, свою виртуальную, мы можем запустить декодер и посмотреть вообще, что в воображении у World Model происходит. Видно, что агент выучил просто такое дрыганье, которое, последовательность такого дрыганья не дает вообще монстрам стрелять фаерболами. Такого не бывает в реальной среде, но из-за того, что среда выучены, в ней есть какие-то косяки, и агент, даже линейный, научился эксплойтить эти косяки, и вот нашел такое поведение, которое максимизирует reward. Но, естественно, если такого агента запустить в реальной среде, то в него сразу прилетит фаербол, и он умрет. Поэтому, чтобы это побороть, они добавили вот это вот сэмплирование, которое Mixture Density Network, это сэмплирование следующего состояния, следующего Z, они делали его просто с большей температурой, то есть более случайным. Случается, среда насильно стала более агрессивной, в ней стало сразу более много случайных событий, и что интересно, в этой среде ты мог просто, точнее, агент мог просто в рандомный момент времени умереть ни с того, ни с сего, просто потому что, потому что среда стала очень агрессивной. Но зато, если обучить такой агрессивной среде агента, то он уже перенесется на реальную среду и будет нормально работать. Какие вообще есть минусы, если так можно говорить про эту статью? В ней простой контроллер, World Model обучается, во-первых, по отдельности, а во-вторых, всего лишь один раз, она не обучается, но, во-вторых, говорят о такой возможности и сейчас так, и что еще? Да, как я уже сказал, что Adversarial Behavior агент начинает находить и что мне кажется минусом, они не используют планирование, хотя у них есть модель среды. А вот следующая статья и она как раз уже можно сказать исправит некоторые недочеты предыдущей. Она решает Model Base задачу для Atari. Как это делать для Atari, если у нас нет среды? Мы опять же выучиваем Transition Model, но в этой статье Transition Model будет учиться не в латентном пространстве, как это делал Шмидтхубер, а прямо в пространстве пикселей. Здесь будет следующий блок, вот здесь World Model, будет отдельный блок, который прямо из картинки предсказывает следующую картинку. А потом, после того, как выучится такая World Model, будет агент, который будет в этой World Model воображаемой опять же обучаться, что напоминает нам предыдущую статью. И мы будем повторять этот цикл несколько раз, в отличие от предыдущей статьи, в которой это сделали только один раз. Немножечко про архитектуру, хотя дальше будут картинками на архитектуру. Какой агент они обучают, это просто PPO, обучают такой, блин, я говорил, Model Free больше не будет, но вот по сути это, да, Model Free будет внутри Model Base. World Model обучается аж 15 раз итеративно. Это значит, что сначала в реальной среде делается несколько взаимодействий, собирается experience, потом обучается World Model, потом внутри World Model обучается PPO, и этот цикл повторяется 15 раз. И вообще, зачем нужна эта статья, в чем и прикол. Основное их достижение, что они в low-data режиме бьют все соты. Low-data режим — это когда на Atari обучаются всего лишь по 100 взаимодействиям, 100 тысячам, конечно, 100 тысячам взаимодействиям со средой. 100 тысяч взаимодействий со средой — это типа два часа реального времени. Ну и приятный бонус в том, что их World Model работает на V100, карточке 32 миллисекунды на один фрейм, а симулятор Atari, как они говорят, 400 миллисекунд на фрейм, но я что-то сомневаюсь на самом деле в этих цифрах, потому что звучит как очень медленно. Как выглядит модель? Можно вопрос? Давай. Они бьют всю соту, которая тоже тренировалась в лоу-дата режиме? Да, да, бьют соту только в лоу-дата режиме. Если, допустим, сколько там PPO обучали на Atari по дефолту в статье, по-моему, это 15 миллионов взаимодействий, вот, если обучать дольше, то вот эти вот предыдущие соты, они начинают перформить лучше. Поэтому эта модель очень классная именно в таком лоу-дата режиме. А можно вопрос? Давай. А зачем вообще агента учить на разжатых пиксельных картинках, если у нас уже есть какой-то неплохой выученный latent space? Почему нельзя ему сказать, что вот, держи, это твой новый state space, и ты живешь в нем? Картинки, они ведь не самые хорошие. Да, да, это прям, ну, эта статья, она достаточно такая, именно, чем она прикольная, что они сделали то, что нелогично, ну, как мне кажется, потому что, да, картинки намного более, ну, много, ну, вы поняли, намного больше у них степеней свободы, и сложнее по ним учиться, тебе нужен PPO, но они сделали это, как бы, ради proof of concept, что можно даже учиться не в latent space. следующая статья будет похожа на эту, и там уже будут учить в latent space. Здесь-то именно вот они показали, что они просто могут. Это модель, которая как раз учит предсказывать следующий фрейм. На входе четыре кадра, на выходе, по сути, это юнет с костылями для того, чтобы сделать его стихостичным. А на выходе у нас просто следующий кадр предсказывается, и также предсказывается reward. костыль здесь есть небольшой для того, чтобы он использовался во время обучения, для того, чтобы сделать вот этот юнет стихостичным, потому что мы, опять же, хотим моделировать стихостичность. Стихостичность добавляется в embedding. Я, наверное, не буду рассказывать, как они это обучают, но суть в том, что вот сюда будет добавляться какой-то еще случайный вектор, чтобы сделать юнет стихостичным. И вот результаты. Слева у нас реальный environment, справа то, что предиктит юнет на 50 кадров шагов. Это значит, что они предиктят следующий кадр, после этого конкатят с предыдущим, предиктят следующий и так далее 50 раз. 50 раз по, ну, по сути, по 4 кадрам они получают последовательность из 50 запредиктенных предиктенных кадров. Видно, что получается достаточно точно. По идее, вот здесь есть третья колонка, в которой попиксельная разница. Видно, что разницы нет. Но также есть, конечно, неудачные кейсы. Видно, что модель не может достаточно точно выучить, а, нет, вот, наверное, слева все-таки то, что предиктится юнетом. Видно, что модель не может выучить правильное предсказание для стрельбы танка. Вот. Что странно, ну, визуально не кажется, что эта среда сильно сложнее, чем предыдущая, но вот здесь юнет плохо себя показал. Но, в общем, если посмотреть вот в этом low-data режиме, всего лишь по 100k взаимодействиям со средой, здесь графики сравнения с бейзлайнами, слева rainbow, справа ppo. Это не совсем интуитивный может быть график. Красным показано 100k, если вот использовать вот этот метод. И синие столбики для разных сред показывают, сколько нужно взаимодействий rainbow и ppo, соответственно, для того, чтобы достичь того же скоро. Видно, что для большинства сред ppo и rainbow нужно больше, чем в два раза взаимодействия со средой, для того, чтобы достичь того скоро, который они добиваются за 100k взаимодействий. успех. В принципе, по этой статье все, у нас дальше будет следующая статья, я, наверное, немножко ускоряюсь, потому что уже почти 9. Следующая статья как раз она не будет планировать, точнее, она будет использовать планирование, потому что здесь мы, в этой статье мы использовали ppo для того, чтобы играть в среде. Следующая статья будет использовать планирование, это раз, и планировать она будет в latent space, а не в пикселях. Что нужно для того, чтобы планировать в latent space и что такое latent space? Latent space это мы по каждому observation, по картинке, здесь в Mojoko, мы учим encoder, вот первое, что мы учим, это encoder, который предсказывает нам скрытое состояние. Дальше, дальше мы учим декодер, который по скрытому состоянию учится реконструировать наблюдение. Дальше мы учим из скрытого состояния reward, который говорит нам reward для этого состояния. и также самое, что нам нужно будет дальше, мы учим для текущего состояния и следующего действия учим модель переходов. По сути, мы учим предсказывать следующее скрытое состояние. Опять же, вот эта вот часть, она как world-module. А про reward еще раз можно? Это точно reward, они там были функция какая-нибудь? да, это reward, и он учится как, на самом деле, как распределение, как min и std для гауссианы. Reward именно вот для транзишна одного. А за какой action? Reward? Ну, по-хорошему, за предыдущий, да. Ну, да, вот у тебя есть какой-то state, у тебя есть какой-то action, и ты предсказываешь для вот этой пары reward. Да, ну, тут возможно с цифрами можно запутаться. Вот. После того, как у нас есть такая latent space, мы можем планировать, потому что у нас есть модель среды, то есть transition function, у нас есть reward function, это значит, что по текущему кадру мы можем перейти в latent space и из него уже пробовать разные комбинации возможных действий. Это значит, мы можем планировать, можем запустить какой-нибудь метод для планирования. Например, они запускают cross-entropy метод model predictive control с помощью cross-entropy метода, вот, и они выбирают оптимальную последовательность действий для того, чтобы взаимодействовать уже с реальной средой. Ну, и выполняют одно первое запланированное действие и последовательность действий, которые они запланированы. что это дает? Точнее, немножечко еще деталей. Модель, которая вот эта предикта следующего стейта, вот здесь лучше видно, которая из S1 предсказывает S2 по S1 и A1, она, опять же, как и во всех предыдущих статьях, она должна быть случайной. Поэтому они сделали достаточно хитро, они предсказывают сначала ее детерминированную часть помощью RENENC, потом еще по вот этому скрытому состоянию RENENC, они предсказывают распределение для того, чтобы сделать стахастичным скрытое состояние. Это вот что относится к Recruent State Space Model. также как регуляризатором было предсказание не на один шаг вперед для скрытого состояния, а на несколько шагов вперед во скрытом Latin Space. Есть видосик, насколько это хорошо работает, насколько это быстро главное работает, что здесь будут сейчас показываться эпизоды, это вот после пяти эпизодов, как выглядит планирование, после тридцати эпизодов видно, что пока еще ничего не заработало, пока все падает, но Model Free вообще можно было даже не надеяться, что за даже тысячу эпизодов что-то заработает, видно, что с редактора снизу посередине уже после двухсот эпизодов хорошо заработало, видно, что Леопард уже хорошо бегает, и после тысячи эпизодов с помощью планирования даже человек смог встал и пойти. Вот, такие у них результаты, которые тоже бьют соту, а вот да, есть графики, они сравниваются с А3C и Diff 4PG. Синий это они, они везде плюс-минус сверху, красный и зеленый это их бейзлайны, если для планирования использовать не кросс-энтриный метод, а рандом шутинг, вот про что я говорил, что даже используя рандом шутинг, можно получить неплохие результаты, это вот красная линия. Так, и еще ускоряемся. А можно быстро очень короткий вопрос по архитектуре, здесь же уже вот в этом планете не используется никакой юнит, потому что там архитектурно его не приляпаешь чисто в латан-спейсе. Здесь просто не рассеточки? Да, ну вот по сути если вот эти вот две трапеции обвести, то это будет как бы юнет, потому что ну это энкодер, это декодер, но да, нам это по сути нужно просто для того, чтобы училось. А основная конечно штука это вот этот вот transition модул, который просто по одному вектору предсказывает другой вектор в виде просто полносвязанного слоя. Окей, спасибо. Так, ну в принципе мы это я, как бы ускоряюсь, а вопросы вы можете задавать не стесняться. Я ускоряюсь в плане рассказывания. Так, окей. Если по планету нет вопросов, то последняя, последняя статья. У меня один вопрос по следующей статье. А какой смысл работать с latent space? в чем преимущество? Преимущество в том, что мы хотим использовать методы планирования, методы model base, но мы не можем планировать, ну точнее можем, как мы видели раньше, намного тяжелее планировать по картинке, предсказывать следующее состояние в виде картинки и намного проще предсказывать это в latent space, потому что у тебя, ну получается, тебе нужно предсказать 64 числа в такой постановке, а в такой постановке тебе нужно предсказать целую картинку. Получается, нету этого representation правильного, если не использовать latent space. Да, о, это, кстати, хорошее слово, потому что здесь забегая чуть вперед на следующую статью, здесь это рассматривается именно как еще и representation learning, вот, и здесь, конечно, на этом нет акцента, акцент на representation learning был у Шмидтхубера в world models, там это прям был вот чистый representation learning, ради того, чтобы дальше использовать model free алгоритмы. Здесь, да, мы используем уже как бы энкодер для того, чтобы перейти в скрытое состояние, но это еще можно назвать representation learning, вот эта вот часть, а вот в следующей статье, которую мы совсем кратко рассмотрим, потому что она, в принципе, очень похожа на предыдущую, это New Zero, естественно, от авторов Alpha Zero, они опять экспериментируют со своим Монте-Карло тресерчем, он им очень нравится, и они решили применить его для того, чтобы играть в Atari. Ну, в Atari просто у них побольше не получилось, также, естественно, они начинают с игры Go опять, и что здесь вообще происходит? Они теперь говорят, что нам не нужны правила игры, что давайте выучивать их автоматически без использования модели среды. Подразумеваем, что мы не знаем правила игры Go. Вот. Дальше что они делают? Они выучивают нейронку переводить вот это вот состояние состояния доски в Latin Space, как мы видели в предыдущей статье. После того, как они перевели его в Latin Space, они говорят, что, вот почему я говорил, что это не representation learning в этом постановке задачи, здесь они прямо вот говорят, что это не то, чтобы representation learning, это просто перевод вот этого, если можно так сказать, MDP в другой MDP, который будет очень похожий на наш MDP, у него будут такие же реворды, например, они будут совпадать с изначальным MDP, но оно все будет в латентном Space. Может быть, немножко, конечно, непонятно, но здесь основная суть в том, что мы просто хотим перевести текущий observation в латентное пространство. Это вот первая, по сути, нейронка, которая нам нужна. Вторая нейронка, которая нам нужна, эта нейронка, которая будет предсказывать policy и value, это вот то, что было по сути в AlphaZero, там тоже была сеть, которая предсказывает policy и value. Там она предсказывала это по доске, здесь она предсказывает по стейту, латентному состоянию. Также, вот в чем сейчас отличие будет, то, что по стейту они предсказывают, по стейту и действию, они предсказывают следующий скрытый, скрытое состояние. И что нам это дает? Это нам дает то, что мы можем, точнее, они могут запустить свое любимое Monte Carlo 3 Search, но не в симуляторе Go, а вот в этом латентном состоянии, если, естественно, мы вот эти части хорошо выучим. Значит, что мы можем планировать как раз вот прям вот в этих скрытых состояниях тот же самый Monte Carlo 3 Search выполнять только в латентном спейсе. Как это учится? Схема, кстати, похожа на AlphaZero Paper, потому что, в принципе, концептуально у нас эта вот часть с обучением Policy и Value она та же самая. Мы вот в этом вот своем скрытом воображении открываем Monte Carlo 3 Search и опять же получаем как и в тот раз Policy для текущего состояния. Вот. Так мы будем учить вот эту вот часть, которая будет отвечать нам за Policy. И что у нас вот здесь нарисовано? А, это про планирование. Что нам дает вот эта вот функция G? Она нам с помощью текущего скрытого состояния и действия A позволяет предсказывать следующий стейк во время обучения вот этой вот функции G. Мы будем брать, ну вот в принципе, как и в предыдущем статье, мы будем переносить следующее реальное состояние, скрытое состояние и учиться его предсказывать, а также еще надо будет реворд предсказывать. В принципе, очень похоже на предыдущую статью, просто в которой заменили Cross-Entropy метод на Monte Carlo Research. И еще выпилили декодер. Да, выпилили, ну, да, декодер, да, оставили только энкодер. Сейчас, а на самом деле не очень понятно, что здесь заставляет выучиваемое латентное состояние, вот это латентное МДП, быть близким к реальным МДП. Вот, вот, это, это как раз та самая магия, почему этот пейпер сложный, как бы, вроде бы все просто, но именно осознать это тяжело, у меня тоже здесь интуиция меня подводит, почему это вообще так хорошо заработало, почему вообще этот их МДП совпадает с реальным МДП, ну, вроде как у нас, ну, мы форсим, чтобы у нас вот этот вот скейт с этого обсервейшена совпадал вот с этим, также мы форсим реворд, который на самом деле мы получаем вообще один раз за всю игру, поэтому это, ну, сложно назвать, что мы прям форсим, да, но, тем не менее, планирование вот в этом вот МДП скрытом, оно мапится, в итоге-то нам нужно получить только распределение, вот это вот распределение, и вот это вот распределение в реальном МДП и в виртуальном МДП, нам самое важное, чтобы вот это вот совпадало, вот, и оно совпадает, и как бы это основное их достижение, что вот эти вот переносятся из одного их скрытого выученного МДП на реальный, на реальную проблему распределения действий, вот, но я согласен, она, вот эта статья, она, именно, ее тяжело воспринять, почему это работает, вот, пока есть время для вопросов, можно посмотреть на вот эти вот графики, как они всех, опять же, побивают в шоге, в о, и даже в атаре, да, в атаре они побили на многих инвайронентах модул фри метода. Так, пока можно, в принципе, задавать вопросы, я расскажу для тех, кому интересно дальше читать, посмотреть про модул бейс, с чего бы, наверное, я бы не начал, а продолжил бы после того, как разобрался во всем том, что я рассказал, наверное, нужно, конечно, посмотреть на вот этот вот метод планирования, LQR, это уже, а, это здесь означает линер, LQR, это как раз тот метод, который используют градиенты для того, чтобы получать оптимальные действия, также я вообще не особо затронул вот эту вот большую часть модул бейс, uncertainty estimation, это та часть модул бейс, где мы учитываем как раз уверенность нашего транзишн модула в его предсказании, значит, что мы можем для действий, которые мы не очень уверены, как-то по-другому обрабатывать, другой сценарий использовать, а для тех действий, в которых мы уверены, продолжать использовать как используем. Впрочем, это та группа методов, которая использует как-то неуверенность модели. Policy Learning и Model Based RL, это когда мы, опять же, соединяем, так, сейчас я посмотрю чат, Policy Learning это когда мы соединяем Model Based и Model Free и мы используем вот самый первый, один из самых первых слайдов, где мы задачу RL в общем случае рассматривали, где у нас есть Policy, есть Model, есть Reward, мы ищем Policy, который максимизирует Reward, мы можем искать Policy с учетом как раз вот этого Transition Model, что тоже бустит результат. Вот, ну и остановлюсь на этом слайде, здесь такие, наверное, самые горячие еще пейперы, которые я не успел рассказать, потому что горячих пейперов очень много, это вот, наверное, следующие, которые можно почитать. Сейчас посмотрю еще чат и можно голосом позадавать что-то. А можешь рассказать, как в Continuous задачах делать планирование? То есть Monteclade Research там как-то не очень переносится в глаз. Да, да. Ну смотри, насколько я понимаю, тебе вот в Continuous задачах можно посмотреть, например, вот этого, вот этой вот среды с Madjoko. По сути, это же тоже планирование в Continuous среде, потому что Madjoko это Continuous, тебе нужно предсказывать для каждой руки, ноги этого гепарда какое нужно, ну, Continuous число. как они это здесь делают, они предсказывают опять же Minus TD для гауссовского распределения, как планировать для такого. Ну, допустим, Cross-Entropy метод, он, ну, вообще легко ложится на Continuous перемены, потому что там ты прям по самому, по самой философии Cross-Entropy метода, тебе как раз неважно там Distribution у тебя или Continuous переменная. В Monte Carlo 3 Search, да, немножечко сложнее, как я уже, может быть, ранее упоминал, будет картинка Монте Карло, в Monte Carlo 3 Search тебе, да, в каждом ноге тебе нужно, получается, сделать выбор действия, но если это Continuous действия, то, да, ты не можешь выбрать конкретное действие, ты имеешь какое-то распределение действий, из которого ты сэмплируешь, вот если это было какое-то распределение гусян, ты сэмплируешь из этого распределения, но это прям какой-то очень простой бейзлайн, насколько я знаю, в Monte Carlo 3 Search для Continuous действий есть намного более хорошие штуки, которые позволяют учитывать, что это Continuous всегда, вот, но у меня, по-моему, ссылок даже на это не будет, да, поэтому надо будет поискать. А я правильно понимаю, что если действия многомерные, то это все начинает хуже работать, потому что все эти случайные сэмплирования менее вероятно, что попадут как что-нибудь несовершенно бредовое? Ну, в любой в принципе постановке задачи кажется, что дискретные среды, они проще, чем Continuous среды, но да, в принципе здесь это тоже не исключение, тебе сложнее в Continuous среде планировать, чем в дискретной, но тем не менее весь роботикс, по большей части, ладно, всякие роборуки, которые там передвигают предметы, они используют, ну, те, которые используют Model Base, они используют планирование, а там же вот эти все джойнты, когда ты, ну, подаешь напряжение, это все Continuous Action, можно сказать. там был вопросик в чате. Да, вот я листал то, что мне написали, вот сейчас вопросик в чате. я, может, немного прослушала, как нам ограничить моделью число возможных действий. Вот, например, шахматы, и конь не может пойти за пределы поля, следовательно, что действие у него может меняться в зависимости от позиции. Да, и в Alpha Zero классическом можно было занулить такое действие, которое невозможно из текущего состояния сделать. Да, допустим, ну, там, конем сходить за пределы доски, мы просто занулим это действие. В New Zero это интересный вопрос. По-моему, в статье они про это ничего не упоминают. Да, если в Atari у тебя, в принципе, нету каких-то невозможных действий, ты можешь в любой момент нажимать на любые кнопки на джойстике, то в Go непонятно, как они без знаний о среде не дают коню уходить куда нельзя. Вот, если кто-то знает ответ на этот вопрос, то включите микрофон и скажите. Ну, или если у кого-то просто остались вопросы, а так, давайте закругляться, давайте подожду немножко вопросов. Вот у меня есть один вопрос, может быть. Давай. У меня есть среда, и она дискретная, и там, в принципе, она детерминистическая, и я бы хотел подкрутить туда планирование, потому что от него выграю. Вот самая базовая возможность подкрутить к нему планирование, это на основе какого ресурса, я бы мог это сделать. Ну вот, да, да, это прям, мне кажется, идеальный сценарий для как раз ModelBase, если это дискретно. Ну, самое простое, с чего начинать, это в начале презентации был вот этот алгоритм, который назывался ModelBase 1.5, это ну вот, где ты итеративно доучиваешь модель среды, вот, и используешь ModelPredictiveControl, значит, что ты планируешь там на сколько-то действий вперед, выполняешь только одно действие в реальной среде, вот, и кажется, это было, вот сейчас у меня в конце есть ссылки. У меня еще немножко вопрос, вот, к человеку, задавшему предыдущий вопрос, для чего нужно ModelBase в том плане, что с одной стороны, например, ModelBase поможет тебе в среде использовать меньше сэмплов из среды, если среда медленная, ты пытаешься за счет моделирования как-то фактически ускорить обучение, либо, может быть, у тебя какая-то среда непрощающая, как Сокобан какой-нибудь, где ты можешь сделать действие необдуманное, которое тебе сразу же, скажем так, автоматически даст какой-то проект, ну, невозможность выиграть. Вообще-то у меня как бы среда своя собственная, поэтому она довольно быстрая, я могу сколько угодно сэмплов сделать. Это такой большой плюс за Model 3. Да, и я могу откатывать действие тоже. Ну, вот я пробовал парочку алгоритмов и просто мне решение нужно, которое близко к комбинаторному. Это не совсем комбинаторная среда, но приблизительно мне нужен planning. Я вот пробовал Model 3 парочку алгоритмов, что-то результат не очень. Ну, да, это, мне кажется, вообще та причина, почему никто, насколько я знаю, даже и не пробует решать игру Go с помощью Model 3 алгоритмов. Ну, потому что, да, когда у тебя комбинаторный взрыв, грубо говоря, у тебя на каждом шаге 300 возможных действий, из которых большинство плохие, да, здесь как раз планирование должно заходить. Хоть и Go, опять же, он имеет очень быстрый симулятор, я не думаю, что там зашел бы Model 3, вот, ну, да, поэтому, ну, стоит, конечно, посмотреть что-то Model Base, особенно, если ты можешь откатывать среду, то это будет еще проще, тебе будет легко выучить Transition Model и в нем попробовать планирование. Если ты можешь откатывать среду, ну, в смысле, сохраниться в каком-то месте, из него, то тебе, наверное, стоит все-таки планировать при помощи самой среды, а не учить модель, что это идеальная среда будет. Но если нужна все-таки скорость, то можно, ну, вот та статья, которую я упоминал, где Monte Carlo Research, они потом пытаются имитировать с помощью Policy Network, вот, ну, да, это тоже такой прикольный вариант, что ты можешь выучить в том примере с субмариной с помощью Monte Carlo Research, Plan, и потом его пытаться заимитировать с помощью Policy Network. Да, только я вот не понял, все-таки Model 3, кто-то выступает за Model 3, а кто-то за Model Based. Не, если ты тем более говоришь, что Model 3 не очень хорошо работает, ну, то, ну, конечно, попробовать Model Based от ситуации. Да, просто не в очень многих сценариях у тебя есть какой-то симулятор, в котором можно откатываться, это прям такой у тебя большой плюс. Я все-таки предлагаю, давайте завершимся. Да, давайте всем спасибо за внимание. докладчика. Спасибо. Спасибо.